В рамках проведения профилактических мероприятий сотрудниками отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Канаковскому району выявлено несколько нарушений незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в неигровой зоны с использованием сети интернет. С места происшествия изъято 15 комплектов компьютерного оборудования. За нарушение сроков регистрации гражданского оружия было изъято 2 единицы охотничьего ружья. За нарушение розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции сотрудниками Министерства внутренних дел России по Канаковскому району изъято 100 литров алкогольной продукции. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях по всем фактам возбуждены административные производства и составлены административные протоколы. С отделением ГИБДД Канаковского района с пятницы по воскресенье, это значит с 8 по 10 февраля, проходила на территории района операция контроль трезвости. Нами были выставлены дополнительные экипажи из числа сотрудников и других служб. За указанный период выявлено 5 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, буквально в воскресенье вечером был задержан водитель, который управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Сотрудниками был направлен в Тверь для прохождения освидетельствования. Сейчас ждем заключения освидетельствования, на какие средства данный гражданин употреблял. И после этого будет привлечен он также к административной ответственности. В МВД России по Канаковскому району от начальника отдела государственной охоты инспекции Тверской области поступило сообщение о том, что в лесном массиве между населенными пунктами Дмитрова гора и деревья Пени Канаковского района в вечернее время было произведено несколько выстрелов. При выезде на указанное место был обнаружен труп взрослой особи самца лося. В указанном месте был выявлен факт нарушения правил охоты, не становлен лицом вырезавшимся в отстреле лося без разрешения на отстрел. По данному факту в настоящее время проводится проверка. Продолжение следует...